Всем привет! Мы выселяемся из номера и уезжаем из Алушты. Наш Luxury VIP Resort. 5 звезд. Здесь спал Артём, здесь мы с Гришей, здесь спал Кирилл. Вот, это, собственно, всё, что мы нашли два дня назад в Алуште в 11 часов вечера. С 7 до 11 вечера мы не было ничего. Либо за 10 тысяч, либо совсем было ещё хуже, чем этот вариант. Поэтому тут у тебя есть даже конди есть. И даже фен есть там, в туалете. Вот, всё, всё забрали, вещи посмотрели. 5 звезд. Да, вот такой вот VIP-холодильничек. Всё. А где моя обувь? Она, наверное, в пакете уже. Уехала в пакете. Кстати, мы на втором этаже жили, а тут этажи много. Поэтому это ещё не самый плохой вариант жить на втором этаже. Ещё выше каждый раз по лестнице. Туда-сюда. Тут вот какая-то рядом база отдыха. Совдеп. Там вроде бы даже кто-то живёт. Вон, одно-два полотенца вижу. Три. Блин, а там со стороны не ближе обойти? Да там же. Там же. Давай. Давай. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Киша, где твоя кепочка? Стаканчик нашёл? Ну, так внешне выглядит этот дом. Точнее, называется вилла. Вилла. Вилла любимая называется. Вот она. Раз, два, три. Три этажа. Там мансардочка, вон, я смотрю, ещё даже есть. Тут такой контраст. Вот там вот современный красивый дом. Тут вот стройка, тут вот такой домик. То есть, что-то ещё осталось старое, а что-то суперсовременное, суперновое. Такой, знаете, замес. С местами здесь очень напряжено. У нас было своё место. Каждый раз, когда мы уезжали, поднимали вот эту штучку. Она, кстати, просто фиксируется вот так. И всё, место занято. Приезжали и снова... А, тут, она говорит, ещё ключ есть, но ключ нам не давали. Мы так просто ставили и поднимали. Я уже со счёту сбилась, сколько раз за этот отпуск мы... Как раз мы отдохнули. Заселились, выселились. Мы решили, что... Отдыхай, торопись. Пожалуй, в следующий раз мы выберем другой отдых. Раз заселились и раз выселились. Всё, достаточно. Вот это вот переезжание, заезжание. Мы напутешествовались на много-много лет вперёд. Вот что хочу сказать. Здесь люди очень доброжелательные. Мы сейчас уезжали из виллы. Назовём её... Ну, как она так называется? Вилла. И нам, хозяйка, спасибо, до свидания. Потом спустилась ещё раз. Спасибо, до свидания. И мы снимали квартиру. Показывали нам, как это называется, перекупы или риэлтори, они называются. Не знаю. Скажу, с табличками «Жильё, жильё». Они нам показали несколько квартир, но ничего нам не понравилось, не подошло. И они нам не то, что там, скрипя зубами, там, до свидания. Нет, она нам в конце сказала, идите туда, там, вот, может быть, там. То есть у них, они как-то вот, не знаю, по-человечески относятся. Я не одна... Ну, я читал, помнишь, мы с тобой читали, там, товарищ пишет... Пишет, да, что плохие люди, там... Нет, нет, нет. Это я тебе рассказывала, я же тебе. Да нет, слушай. Приехал человек, там, на автовокзал, и говорит, мне надо ехать, там, в Судак. Таксист, он говорит, 1200. А он говорит, за 80 рублей я даю на автобусе. А он говорит, я сейчас на электричке, там, или на автобусе доеду. И он говорит, меня не поругал, не сказал, там, какой я, там, негодяй, да, на то, что он потратит свои деньги. Он показал дорогу. Куда? На эту электричку, да? Да. Ну, в плане того, что здесь какие-то, типа, добрые, отзывчивые люди. Ну, так и есть. Ну, с арбузом нас вчера... Ну, она, видишь, в конце же нас не послала, она как-то вернула нам. Ну, арбуз за 500 рублей, я думаю... Нет, ну, зачем? Ты скажи, что там, он, блин, ну, ребята, он, как бы... Обычный. Бывает по-разному, да, попадается вкусный, попадается невкусный, ну, 50 на 50. Зачем сказать, что он говорит, что он там просто сказочный, там, волшебный, незабываемый, а он там, блин, просто... Но, тем не менее, мы вернули. Реально, он незабываемый, да? Он не по вкусовым ощущениям. И, кстати, мы проехали мороженое. Не нашли, где купить мороженое. Нашли купить воды. Купили воды, две бутылки огушек. Купила воды. Да, Арсен мне дал свою карту, я расплатилась, мы брала ее в сумку. Садимся в машину, Арсен спрашивает, где карта? Я говорю, у тебя, нет, у тебя. Я начинаю искать карту, карты нет. А мы уже успели отъехать до этого места. Едем, возвращаемся на это место, начинаем все смотреть. В сумке карты нет, в машине карты, в карманах нет. Возвращаемся. У меня тот момент, когда я шла, я такая, о, что-то сумка расстегнута, застегнула еще, обернулась, посмотрела. Все, вроде все на месте. Возвращаемся, карт нет. Включаем фонарик, уже на улице темно. На карте вся зарплата, все деньги, короче, на карте. Но все осталось наличка, чуть-чуть, и все остальные деньги, зарплатные, все на карте. Зарплата, отпускные, все там, на одной карте. Как раз ее и нет. И мы такие, о, о, что делать, что делать. Давай, первое что, ну, все, нет карты. Думать надо быстрее, соображать быстрее. Решили ее, снять с нее деньги, убрать на счет. Интернета нет. У нас есть телефон, который раздает интернет. Он вырубился, зарядки ноль. И чтобы зарядить, надо очень долго, там, минут 10, заряжать эту зарядку. Мы быстрее включаем зарядку, заряжаем телефон. И Артем говорит, за эти 10 минут, весь отпуск перед глазами, ну, вот сумма денег, которая есть, за 10 минут, в принципе, можно было бы начать тратить и потратить. Если надо идти карту, да, и начать тратить. Успешно можно было бы потратить. И отдохнуть. Ну, в общем, ну, заряжаем телефон. Заходит Артем мобильный, этот банк, переводит деньги, блокирует карту. Все, карту заблокировали, возвращаемся домой. Сейчас Артем утром пытается с этой карты снять деньги на другую, со счета на другую карту банка. То есть это ВТБ, например, на Альфа или на Сбербанк. Нельзя это сделать. Только с карты на карту можно идти. Итог. У нас осталось столько наличка, поэтому надолго задержаться в Крыму мы не можем. Здесь нет ВТБ-банка. И как эти деньги теперь достать? Как достать эти деньги теперь? Ну да, мам. Никак, пока мы не доедем до ВТБ, которые как минимум находятся в Новороссийске. Поэтому наш отпуск в Крыму потихонечку подходит к концу. Плава завершается. Да. Сейчас мы... Значит, какой план? Сейчас, наверное, мы еще доедем до набережной, посмотрим. Может быть, какие-то сувенирочки там, что-то, магнитики. И поедем в Судак. Через Судак там нам понравился один пляж. И уже оттуда, наверное, Новороссийск, я так думаю. Так думаешь? Наверное, ВТБ, я так думаю. Красивые горы какие. Вообще, изначально я хотела посмотреть все красоты Крыма. Но с детьми максимум, что мы успеваем, это пляж. Вернуться и искупаться. Ларечки с попытами. Ларечки с попытами, сувенирами. И все, и погулять вечером. И вот куда-то поехать на гору посмотреть, какие-то крепости посмотреть. Артем говорит, в жару нечего там делать с детьми, как минимум. Ехать надо в сезон, когда не так жарко. Либо море купаться, либо смотреть все достопримечательности. Кстати, а вон и тучки, про которые говорили. Все-таки там есть тучки. Поэтому как-то вот у нас пока не складывается с культурной частью. Культур-мультур. Я бы, конечно, там выписала все достопримечательности. И гору, и всякие-всякие-всякие такие красоты, где можно смотреть. Что посмотреть в Крыму, чем славится Крым. Но у нас вот немножко не складывается. Больше все-таки у вас отпуск. Город, набережная такой формат. Пляж, купание. Найти квартиру. Строссануть. Получить стресс. Потом успокоиться. Потом ехать дальше. Как-то куда-то мы едем, 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 едем. Вон Ялта, Севастополь. Но уже не в этот раз. Вот где-то тут вчера выронили карту. Ну, я смотрю, уже, конечно, бесполезно смотреть. Ну, вчера, в принципе, уже смотрели. Кстати, очень много воды Святой Источник. Именно Святой Источник здесь, в Алуште. Крымск, воды здесь мало. Именно источника много в каждом магазине. Вот тут мы вчера смотрели Крымский рай. Здесь мыло и лавандовый компот. Там тоже есть мыло всякие, крымская косметика. Идем смотреть. Оно тут разное есть. Игрушечки. Да, Кирюш, лучше что-нибудь. Сладости вон есть. Вот, смотри. Сладости все родные. Шоколадная вишня. Тут, наверное, натуральные эко-десерты. А это сколько? А, 170. Смотри, Кирюш, вот такой шоколадный вишня, анжир с кунжутом. Ого, какой ветер. Ничего себе. Тут есть значки. 50, вот смотри. Они свесятся в темноте. Смотри. А есть брелочки. А есть брелочки. Это что тут? Сережки. Обложка на пасту. Выбирай себе, да, значки. Какие нравятся. Да, те, вот в Саратове, в этом, в Новороссийске, такие не видела. Только вот они в Крыму. Что, закупились сувенирами? Можно ехать. А, а покушать нам? Пойдемте. Идем. Покушать. И мороженое крымское очень вкусное. Тоже надо поесть. Нарожку. Но Кирюша не будет мороженое. Он будет какой-нибудь другой десерт. Столовая по-домашнему. Первые блюда. Уха, харчо, солянка. Ну. Завтрак вы хотели бы. А завтрак до скольки? Блинчики есть. А, они все с начинкой. Оладушек, напитки. Шведская линия есть. 89 рублей за 100 грамм. Ливье, картофель. Тут надо набирать самим. Супчики, мопчики, десертики. Ну что, покушаем? Там какие-то вон супы. Вон там, смотри, горячее есть. Недят вроде бы люди, да? Так, это, наверное, что-то завтрак в Чили. Тарелки? Не знаю. А вот тарелочки, на. Гриш, подожди. На, тарелочку у тебя. Пойдем. Не балуйся. Ловки-вылки вначале были. Блинчики есть, смотрите. Сырники есть, да? Смотрите. Что-то не особо аппетитно выглядят. Не знаю. Вот сырники есть. Блинчики есть. Двигаюсь. Оладушки. Поворожные после еды. Что-то там такая очередь. Мы не стали стоять. Пойдем в другое кафе, сходим. Еще Гриша разбил тарелку, расстроился, расплакался. В общем, мы не стали там стоять. В этом кафе. Мы решили пообедать в Брынзе. Мы тут уже были. Гриша, мы тут. У нас сегодня будет поздний завтрак. Так, что у меня американский? О, наггетсы. Ура! Так быстро, кстати, очень. Так, что у меня? Бекон, яйцо, овощи. А вот дурки помыли? Ручки мы? Да, помыли. А твой как завтрак называется? А, по-деревенски. Там колбаска, картошка. Ух ты, в одном, смотри, оказалось два желточка. Бонусом, короче, тебе. Приятного по себе, да? Да, в одном близняшке попались. Да, близняшки. Так, ребятам принесли наггетсы, картошечку. Покажи свою капучино. Классно. Новая американа. Кстати, чашечки какие хорошие. Нам уже нравится это кафе с каждым разом все больше и больше. Какие аппетитные блинчики. У тебя с карамелью, да? Гриш, попробуй. Поделишься с нами? Попробуй, конечно. А у Гришани с сгущенкой. С сгущенкой. Блинчики бабушкины. Чек вышел 1320. Завтрак 280. Картошка фри. Блины с карамелью. Блины с сгущенкой. Капучино, американа. Булочка. Вот, 1320. Нам очень все понравилось. Вкусные завтраки. Вкусные блинчики тоже вкусные. У нас следующая задача. Нам необходимо заправить автомобиль. Но лукойлов здесь нет. И привычных заправок, которые у нас... У нас там, где мы живем, тоже нет. Артем утром узнавал. Есть две заправки. Как они называются? По отзывам. Атан и Тес. Атан и Тес. Вот Атан мы сейчас будем проезжать. Что, будем здесь заправляться? Не, мы на Тесе попробуем. Будем на Тесе. Почему, кстати, бензин? Тут вообще даже нет 95-го и 98-го, видишь? Нам не подходит. Нам нужен 95-й минимум. А на Тесе есть 95-й. 95-й как бы улучшенный там, ну, ЭКТО. Так у нас называется. И поставил точку на эту заправку. Наверное, просто по пути будет у нас. По пути, да. Вот и Тес. Слоник. Тес. Тесла. Тесла у нас есть. Тес Маркет есть. 95-й вроде бы есть. Интересно, а почему здесь нет Лукойла, например? Почему нет? Потому что под санкции попадут, если на разогрессию нет. А что, кроме у нас России еще нет Лукойл есть? Что, я думала только Россия? Ну, переброют. Пишут народ. Так, 53-90. А у нас 49-58, мы по-своему разу заправляемся. Четыре рубля разница. Дороже? 5 рублей разница. Дороже? Здесь на 5 рублей. У нас нет вариантов, нам все равно надо было заправляться. А так, да. А до Лужда, до Судака ехать 2 часа 15 минут. А ты говорил, 3 его, 2,15. Мы обновились данные. Интернета не было. Два часика всего лишь. Мне кажется, мы сюда дольше ехали, не 2 часа. Дорога домой всегда, короче. Нет, мне точно не 2 ехали, мне кажется, что дольше. Сейчас мы приезжаем в населенный пункт, называется Солнечногорская. Слушай, вот тут кто-то сейчас вертолетик вот этот вот, да? Это яйс или кто-то? Какой-нибудь такие оранжевый. Вон там детская площадка есть. Может мы остановимся... А, тебя дети. Сказано и все покупаемся. Здесь я буду ехать со стороны моря сегодня снимать. Покупка такая, да? Вроде пасмана. 33,5 градуса, да. Людей вообще мало купаются. Потому что это не центральный город. Снова солнца такого нет. Угу. Не центральный город, а людей здесь меньше. Почему, интересно, арбузы? Ага. Думаю, не по 70 здесь, да? Тут прям один поселок заканчивается, населенный пункт, другой начинается. Малореченское, сразу же. Прям расстояние. Одна минута пешком. Красиво. А там попытка, да? Угу. Сейчас мы будем приезжать рыбачьи. Вот я много отзывов услышала, что здесь хорошо отдыхать. Смотрите, с бассейном. Вот это было место с бассейном. Прям на крыше, смотри. Да, Орион. Спа-отель Орион. Может мы тусанем здесь два дня? Комфортные номера. Так, запоминаем. Орион. Кто смотрит рыбачьи вообще. Класс. А вот и место кемпинга. Люди здесь вообще жилье не снимают. Просто приезжают и живут. Вот вообще смотрите, как мало людей. Хотя погодка хорошая. Комфортная. Комфортная, да. Очень хорошая. 33 градуса, солнца нет. Ну да, палящего солнца нет, но при этом тепло, можно купаться. Жарко очень даже. Такая красота. Посмотрите. Мы, получается, в ту сторону ехали, сейчас мы просто едем. Море. Сейчас еще ехать до судака. Все время забываю название. Ой, как красиво. Я передаю вам эту красоту. Смотрите. Круто. Очень красиво. Море просто уходит в небо. Очень красиво. Круто. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Гриша долго не сдавался Терпел, держался Час тридцать держался Все-таки за час до приезда Его вырубило Но он прям молодец Он прям до конца, до последнего Нет, не буду спать, не буду Буду контролировать Все вокруг Алчак Это, наверное, гора Алчак Или место для купания Смотри, какие там фигуры Все, мы уже приехали Судак Едем на пляж Мегатон Нам так понравился этот пляж Тоже по памяти еще Или ты поставил 30 минут до пляжа А, 30 минут до пляжа еще Кажется, декорство осталось Да, что-то как будто он нам Это что, это гостевой дом? Мне кажется, не 30 минут Что-то он путает, наверное Быстрее Мы уже были Это мы уже все знаем, да? Мы тут уже почти Здесь мы местные уже Привет Привет Мы на море Пойдем купаться на море Перезагрузка Гриш, пойдем купаться? Пойдем купаться Яблочко кушать в карамели Яблочко в карамели Угруску Нет Мы сегодня спускаемся по другой дорожке Очень, кстати, удобно Да, там мы шли Пляж называется Меганом Меганом Да, рядом с судаком Ой, оса Пойдем, пойдем Где мы раньше? Да Да, людей вообще немного Хотя, в принципе, жара уже спадает Вода сегодня 26 градусов Так, Гришуль Поворачивай Туда пойдем В пляжику Хорошее местечко Все свободно вокруг Смотрите, какие волны сегодня Классные Пойдешь плавать? Давай Оп Спасательный жилет Готов Грише нравятся волны Она не качается Классно Кирюша Кирюша, ухо не мочи Ладно Нет, вот по грудь Гриша не боится вообще ничего Гриша Как водичка? Классно? Классно? Кирюша Сюда поближе давай Сейчас волна тебе в ухо занесет Сюда иди Немножко мутная водичка Из-за волн Но все равно Мне этот пляж понравился Это самый лучший пляж В Крыму Которым На данный момент На котором мы были Раньше это был дикий пляж Сейчас Ой Все обустраивают Палатки, беседки Ай, я потеряла тапок Вау Мой тапок Ой-ой-ой Сейчас я лицо помажу Кремом И Тоже пойду купаться Вот на этом пляже Самая вкусная кукуруза Молочная Три штуки за 200 Блин, обалденная Слушайте, все подносят Все продают 100 рублей стоят яблочки Ради них Гриша ради них приехал Держи На Ну, папа Открой Дай Давай Мне кажется, что сейчас пойдет дождь Ну как тебе, Гриш? Ну ничего, упала звездочка Ничего, не поднимай ее Ну как тебе, нравится такое? Да Пап, у нас беда Знаешь, так кайфово И ты просто вылазить не хочешь Я полотенце уже просто надела Потому что В воде теплее Реально теплее Класс Идем скорее полотенце, Гриш Все, мы накупались Спасибо Крыму За все За все, что понравилось им И не понравилось Вот Еще, если мы приедем То только сюда На этот замечательный пляж Мегатон Все, мы собираемся Сейчас едем в Новороссийск Ехать сколько? Часа 4 нам ехать, да? 4 часика нам ехать Кстати, взять с собой Халат был у хорошей идеи Он, Гриша, укутался Сидит И тепло, и хорошо Ты как из бани, Гриша, вышел В халатике с поп-итом Фух Как красиво, да? Шикарный вид Шикарный вид На шикарный пляж Ух ты Пенная вечеринка Масал Лазерное шоу Даже судаки потусить можно? Чего себе Ну, конечно Пенная вечеринка Вот это да Прям как в Турции Где-нибудь там за границей Мы хотим взять дорожку кофе Вот тут на заправке, может быть Есть кофеечек Мы объезжаем сейчас город, да? И тут даже ничего по пути Такого и нет И водички нам надо Воду можно из багажника, кстати, достать А там кафе здесь есть Беру кофе Или пойдем посмотрим, что там есть Вместе? Дети возьмутся что-нибудь Дети сразу Да Мы пойдем Счастливые Только бы Только бы Магазам шоппинг Счастье сразу Засиял Ух ты Здесь игровой домик есть Как-то здорово Так, Кируш, ты надо обувь снимать Если пойдешь играть Мячики Сейчас идешь, что Гриша придет Так, нам нужно кофе Тут есть даже кофе Можно купить Все само готовится Кофе Я хочу Я врала Ванильный сироп Это карамель Это А тут нет ванильного То есть кокос Ореховый Карамель А карамельная будет вкусная Я себе еще корицы добавила Взяли с собой в дорогу хот-дога Чем-то похоже на лукойл Да? Там кто-то у кого-то повторяет за кем-то Ехать нам до Новороссийска 4 часа 49 минут Ну 5 часов считай 5 часов, да 5,5 Ну да Сейчас начинается дорога, дорога Все, мы уезжаем от моря И теперь на трассу будем уезжать скоро Сейчас поедем Остановимся Там было место, где много-много машин И продают арбузы Фрукты Овощи Я хочу крымский арбуз Дать второй шанс крымским арбузам Где-то будет такой, как рыночек, что ли Там прям большой выбор Хотела вам показать деревья Это просто полностью спиленные деревья Они начинают расти, как маленькие карликовые То есть они так обрастают Интересно, да? Мы еще на том пути обратили внимание на них Я вот в городе не видела, чтобы у нас так красиво Вот спиленное дерево Вот его полностью практически спилили Причем оно такое взрослое уже дерево И чтобы вот так красиво все это обрастало Аккуратно А вот эти вот вишни обросли А вот эти вот Кто-то, видимо, не выжил из деревьев Которые выжили, конечно, красиво Интересно смотрится Вот это место А рядом находится Изюмовка Изюмовка, вот мы проехали То есть если ехать Ну все, тормози куда-то И вот тут вот очень всегда много машин Тут вот А, тут, видимо, кафешка какая-то Овощи продают Вот сейчас найдем где А, там базарчик, вот видите Слушай, может все местные закупаются Типа вот и дальше портовать едут Все, может быть Не знаю Ну, может быть местная оптовка Пойдем Так, там арбузы по 25 Ну, уже не по 70 Уже не по 70, да? Тут вот целый рыночек, смотрите Много всего Идем смотреть Выбирать По 15 рублей кукурузка По 20 Мамардика Что это такое? Гриш А сколько он стоит? Не надо ручками трогать Положи на место Эти арбузы штука 50 Штука 100 И желтые арбузики есть Без семян Это арбуз такой желтый Вот смотри, желтый арбузик Без семян Глянь Желтый и без семян Ты знаешь? Ну, супер Да, с семенами-то можно, в принципе А вот это, кстати, тоже, мне кажется Маленький арбуз и такой сорт Это арбузик, да? Это дынки А, дынки такие А, Гриша, не надо руками Арбуз бомба Не, не надо Не порежьте меня, пожалуйста Ялтинский лук здесь есть Виноград Кишмиш Чурчхела Все есть, да? Большой рыночек Здесь прям люди все покупают С удовольствием В банках прям малина Ежевика 120 рублей банка И 150 банка Ничего себе цены Купили мы крымскую дыню Дыня по 30 рублей килограмм Арбуз 127 рублей вышла дыня Арбузы по 20 рублей килограмм 150 167 она нам скидку сделала За 150 такой гигантский арбуз И малину взяли с ежевика Ежевика, правильно? Ежевика, да Ежевика, вкусная Вот это вот 120, 150 Оптовый здесь, оптовый рыночек Напротив вот холофуд Вот такой рынок Тут всегда много машин Здесь шаурма Как вам объяснить, где это находится? Вот здесь вы видите Здесь, если будете ехать в Судак Здесь много-много-много-много машин И здесь оптовка И все, наверное, закупаются Здесь Вот, полно стоит машин А мы на пляже купили рюмочку Ежевики, пластиковую Маленькие пластиковые стаканчики И малины за 50 рублей А, ежевика за 75 А это за 150 рублей Ежевики сколько там? Большого лукошечка Ну, банка вот эта вот Литровая банка Литровая банка Неплохо, да? Дашь идут закупать, там продавать Класс Большого лукошечка Большого лукошечка Выборочный досмотр и контроль А мы же, да, этот пост уже проезжали На том пути Только они прям стояли Правда Они с той стороны стояли А здесь они сдавались Здесь уже, да Езжайте, пожалуйста Въезд более контролирует, чем выезд Мы заезжаем на Крымский мост Нет, еще вон он скоро начнется Прям через 2 минутки Субтитры сделал DimaTorzok От Крымского моста ехать еще до Новороссийска 2 часа 30 минут Я думаю, мы приедем, уже будет темно Уже даже темно Главное, чтобы теперь наши дети не уснули Потому что ночью потом спать не будут До такого поворота событий мы не ожидали Кажется, дождь идет В Краснодарском крае А мы приехали загорать, отдыхать Разворачиваемся обратно в Крым Так, пробочка, пробочка На сколько-то минут пробочка Это вот дорогу здесь делают Но, кстати, когда мы ехали сюда Может быть, потому что был будний день Мы не попали Сегодня суббота Возможно Еще поэтому пробка Вечер, суббота Как эти придут дом на колесах Ура, мы приехали в Новороссийск Дубль 2 Новороссийск, встречай нас Наверное, мы впервые так счастливы заехать в Новороссийск Нет, мы когда приезжаем всегда счастливы А почему-то после Крыма мы особенно счастливы И, кстати, мы уже нашли квартиру И в отличие от Крыма Мы сняли квартиру всего за 2 800, да? 2 800 один день стоит Там есть все Там есть стиральная машина Наконец-то Сегодня мы постираем Сегодня, или сегодня, ладно, я спать лягу Завтра мы пристраиваем все вещи Не руками, а в стиралке Там есть гладильная доска Там есть холодильник Там есть микроволновка Там есть все для прекрасной, счастливой жизни Добро пожаловать в цивилизацию Не знаю, мы такие счастливые Просто приехали, как будто у нас Отпуск номер 2 Просто один отпуск перетекает плавно в другой отпуск Мы счастливы, мы счастливы Ура, ура, ура Субтитры создавал DimaTorzok Мы на месте Новый дом Но с парковкой все очень плотно Даже не представляю, куда он на машину стоит Давай разгрузимся, а потом будем думать В соседнем дворе или где поставить Капецкий капец Ну да Там продукты Несколько они работают Сейчас пойдем с вами смотреть Рум-тур Заселяемся мы, кстати, по местному времени 10 часов 3 минуты 11 Грузовой лифтик Такие дети уже усталые Поворот Интересно, а там что за дверью? В сторону закрыты двери нам Попробуй открыть, потому что открыто Кирюш, попробуй открыть О, открыть Нас уже ждут Тихо Конец Заходим, заходим Ребятки Ура Ура, мы заселяемся Так, квартирка Сразу небольшой Рум-тур, пока мы вещи все Да, мы уже успели с Гриши в магазин сходить Пока парни наши вещи заносили Быстренько показываю Пока мы вещи здесь все свои не разгрузили Это зал Здесь стоит И, кстати, очень приятный свежий воздух Есть кондиционер Большая кровать Диван Шкафчик Полочки Цветочки Еще полочки Столик Телевизор Пульт от кондиционера Тумбочка Так, а тут что у нас? Тут у нас окно Окно Тут вообще без решеток Вот у нас двор Сказали, столько много детских Да, детские площадки Вон за этим баскетбольным кольцом Вон магазин продуктики есть Так, все Все забыли, что здесь открывается Пошли дальше Пойдем смотреть кухню Кухню пошли показывать А, кстати Сам, ладно, покажу кухню Потом покажу самое интересное Тут есть стол Немножко потертые стульчики Но это все небольшие минусы Мы на них не обращаем внимания Самое главное Здесь плита Посудомойка Вода Моющие средства Чайник Что у нас тут? Мусорное ведро Кстати, первый раз вижу Чтобы вот так стояло Наверное, даже плита, я думаю, работает Холодильник Тоже работает Работает пакет Там что-то делает Черный Что-то делает пакет Так, это уже вино Арсен положил Мы, кстати, купили домашнее вино Гранатовое И какое-то еще Персиковое, что ли? РП или Рэ? Рэ Рисинг Так, наверное, есть, я думаю, вилки-ложки Да, вилки-ложки И неси продукты сейчас будем убирать Даже тарелочки Тарелочки есть Есть балкончик Лаунг-зона Там сушится белье Вот, надо приоткрыть Что-то как-то это Каким-то душком здесь пахнет Столик какой-то есть тут Что повесить Как-то это Как будто белье забыли вынуть И стиралки Повесили Оно немножко вспрело Так Идем дальше Сколько стульев? Стульев четыре Наконец-то Четыре нас Тут коридорчик Кстати, удобная вешалка И вот такая полочка Можно положить телефоны Ключи И кошельки Заходим Здесь у нас ванная комната Так Ой, тут даже гель для душа нам оставили Ничего себе Душевая кабина Стирольный порошок Туалетная бумага Ох, ничего себе Чистящие и моющие средства Наверное, хозяйкины Там тряпочки для уборки Здесь, в общем, такое Для уборочки Зеркало Это что, даже музыку Можно включать? Кнопки, конечно, уже все Раковина Что? Все есть Стиральная машина Есть Самая главная для нас Это и стиральная машина И еще Кое-что интересненькое Это вот эта комната Комната, которая должна быть У меня дома Как-то включается свет Вот здесь Это гардеробная Тут одеяло Утюг Это, кстати, вазу и Часы Мы сюда сами сейчас перенесли Потому что не разбили дети Гладильная доска Где-то был утюг Вон он стоит Подушки Подушки, конечно, можно было и обновить Подушки Блин, подушки капец Просто Блин, если бы я знала Я бы привезла свои Это вот Это не подушки Это просто Это постельное белье Тоже уже Можно было бы А, ну, кстати, тут выбор есть Такое белье Такое белье Полотенце Подушки Видела, какие? Просто Я не знаю Надеюсь, что нет Там еще подушка есть Это просто Нет, она сказала Подушки берите отсюда Тазик Вот, вот, вот так Там есть подушки Но, как бы, вот, если что Ну, еще можно взять отсюда Не знаю, эти такие же, кстати, подушки или нет Сейчас мы глянем Да, подушки такие же Такие же волшебно мягкие Вата с неравномерной ватой Да Ну, место есть, пространство есть Пойти подушки, что ли, купить Потом с собой их забрать Знали бы Взяли бы с собой С дома подушки Самое главное Что сейчас будет стирка Конечно Что тут Мы сейчас все закинем Все постираем Ура Так, мы купили с собой водички Попить Самое главное Тут я уже поставила готовить Включается свет Поставила кастрюльки Макароны купили Шампиньоны хотела С курицей сделать Но, наверное, у меня уже сил нет На шампиньоны А где там были А, вот еще пачка у нас здесь Забыла вот еще разобрать Тут у нас продукты Еще мы взяли Лис салата Пельмени взяли Потому что уже все закрыто Кафе закрыто Взяли пельмешки Хлебцы Приправы для курицы Соответственно Саму курицу я тоже взяла Но, наверное, я уже не буду ее готовить Где, кстати, свет в холодильнике Что-то я не пойму Не пойму Сыр Что мы купили? Творог Это Гриша взял Тут у нас арбуз Дынька охлаждаются На завтра, наверное, сливки Молоко И две кастрюльки Яйца забыла купить Вот, сейчас Сделаем макарошки с сыром И, наверное, пельмешки отварим Фух И все Будем собираться уже После ужина ложиться спать Время уже 11 почти Кирюша себе забронировал диванчик Расставил Мягкие игрушки Которые привезли из дома Новую футболку Которую вчера купили В Алуште Попыты 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 Да, кстати, вот это все новые игрушечки А, нет Вот этот новый Большой попыт Новый Остальные из дома, да? И брелочки Вот эти еще тоже он сегодня купил Они светятся в темноте, кстати Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...